Продолжение следует... Tak, krásný dobrý večer. Dnes bych vám ráda na měsíci autorského čtyření představila dnešní autorku Jekaterinu Dogonidze. Je to novinářka, aktivní spisovatelka a blogerka, která zároveň vyučuje na univerzitě. Její prvotina získala nejprestižnější literární cenu v Gruzii, cenu Saba, v kategorii debit roku. A svou novelu Druhá cesta přepracovala do bory scénáře, se kterým vyhrála v soutěži Národního filmového centra Gruzie. Autorka se nedotýká společenských témat, vystupuje proti netoleranci a ve čtenáři vypolává empatii a pocit blízkému k něčemu jinému, všemu, co se odlišuje. Zároveň bojuje proti nedostatku lásky a odcizení. Její texty byly přeloženy do angličtiny a němčiny. Já už nebudu zdržovat a pozvu je Katilinu. Ahoj, everybody. Thanks for coming. It's a cool place. I'm happy to be here and to be part of this festival. And I'm happy that Georgi is the host country this year. So, I can start my short story. But before, I would like to tell you that my emotional links to Czech Republic comes from literature, comes from cinema. So, all these people, Gundera, Hrabal or Hesek or Miloš Forman, all these people are very important for us. And I'm happy that now this place is, I can touch it, I can feel it, and I'm here finally. So, my story is written with background of symphony of planets. You can find this voice, this audio file on YouTube, on Internet. And it's made by NASA. It's real voices and audio vibrations of real planets. So, this was one of the inspirations of this story. And let's do so. I will start reading. Then we can make a small break and speak about this story, about prehistory of writing this story. And then, if you have a wish, I can finish it. Okay? So, now I will feel more comfortable, because I will speak in Georgian. Thank you. Я хотел бы также сказать, что Грузия является честным гостем в этом году. Буду читать поведку, которая состоит из тэма «Симфония планет». Можете найти его на YouTube. Это оправдовый зазнам, который выходит от нас. Это разные звуки и движения, которые находятся в весмире. Я учусь на эту поведку. Пойдемте на это. Прежде всего я вам прочитаю часть своей поведки. Потом мы даем паузу. Можете поговорить о том, как я это писала. Если вы хотите, то закончим. Вы можете спросить, кто спешит английский? Много людей. И в русском? Да. Ого, это не ведь извините. Окей, спасибо. Окей, начнем с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Малинько, о чем я? Если бы вы могли бы рассказать, пожалуйста, какие-то титры из ваших книг и рассказать немного о них. Я имею четыре книги. Один из двух коротких книг. Один из коротких книг. Один из коротких книг. Один из коротких книг. Один из коротких книг. Это было очень интересное для меня, для двух или три причины. Один из них был очень интересен. Один из них был... Один из них было двое лиц puisqu'як showcал ли два слова слова. Две振ensorи. Две черты чужге GREEN или два ID. Один из них был между幼кою. С nazい sina. Две собаки. Один из них был две головы. Один из меч imaginателей. Один из них был одним раз símbolом. это связано. Они соединяют эту часть, и как-то часть, сексуальности, это же самое. Так что, большая конфликта в человечестве, когда вы испытываете дилем, чтобы идти в правом или в правом, чтобы идти в сердце или в сердце, чтобы делать это или нет, это хорошо представлено в этих людей. И чтобы идти в сердце или в сердце. Так что, это очень хорошо представлено в этой существе. И если мы говорим, что главным проблемом и главным проблемом и главным проблемом в человечестве это слабое. Это случается, когда вы никогда не можете быть один. самот, если выāли, что главным проблемом 沒有 об阻 competition, но в такое я не может sería сам плывание. Никакое количество сыра сам 전 отчика, замет하지 он. Но нет, до следующего вс lingering. Это два души в одном теле. Вы можете представить, как трудно быть жизнь с этой ситуацией? И также, это про разные люди, потому что жизнь не легко для них. Особенно, когда общество не очень толерантно и не может принимать эти разницы. Жизнь очень тяжелая для таких людей. Я читала и смотрела все эти фильмы и литературу, которые читала и литературу о таких случаях. И почти все из них были трагичные. Даже в развитых странах, родители пытаются защищать эти детей, когда они маленькие. И потом жизнь становится сложнее и сложнее, когда они начнутся. В связи с Эбигол и Британи Ханселл, эти два американские братья, они живут хорошо, потому что они имеют обучение, они имеют нормальную жизнь для друзей. И это очень интересно, когда журналисты спрашивают, кто они? И они имеют в виду, что они имеют в виду. Потому что они должны действовать синхронно. В припаде Эбигейл и Биттерны Хэнсу есть очень порядок, потому что у них есть дела, у них есть друзья. И это очень интересная вещь, потому что у них есть кто-то, они говорят, что у них есть тим. Есть много интересных деталей в жизни. Например, они имеют два емайла. Они имеют два емайла. И когда они прошли экзем, они прошли две теоретические части и одну практическую. Конечно, эти детали и эмиры, они очень хороши. Но в реальности, жизнь очень трагичная. Конечно, эти легкие детали из жизни, они очень интересные, но они очень интересные. И я поставила эти персонажи в менее толерантной общественности. Так что эта атмосфера делает их жизни более сложной. В моем новеле. А я праздничного большинства. Я поставила эти разделы. Я с вами разговаривала эти представители. Засельary, что на более толерантной общественности движется более сложной в Curator. Once journalists asked Marquez, what is your concern as a writer's concern? What you couldn't describe? Once a journalist asked Marquez, what is your concern as a writer's concern? What you couldn't describe as a writer? And the answer was, I couldn't describe my own death. And when I was thinking about it, my conclusion was that conjoint twins are the only case in life, when you, as a part of this one body, can attend your own death because one of these two girls dies first. If it's not an accident, a car accident or something like that, when death comes, it comes to one, and the second one has, for example, a few minutes to watch, we have in Georgian phrase, to look through death's eyes and you can feel it in this case. So, the attitude of society, love, this two passions, two characters, two souls in one body, and the attitude of society, love, this two passions, two characters, two souls in one body. Two death for one body was my inspiration and the idea of the novel. I have one short story about a man who can't lead and write. It's dyslexia. And I was in Germany when I saw social publicity. That's how I get this point, because I didn't know about dyslexia, about existence of such dysfunction. I thought, the reason is always lack of education. But then I realized that there exist people who just can't read and write and it's not about education. So, the short story is about a man who has, who is dyslexic. And because in his childhood he becomes a victim of discrimination and aggressive from the side of mother, teachers, classmates, he decided to lie and to say that he can't see. Later he became a sculptor. And he is very successful, successful artist, but he never could come over his own lie and he lives in Trojopashi. He is a prison of his own lie. I think it's enough. I think it's enough. I think it's enough. Maybe I'd like to ask you, who are your favorite words about novelists and writers? Who are my favorite? What are your favorite words? Novelists and writers? Just in, okay, if you pronounce so, a novelist. Shame is the name of the book. Max Frisch, Milan Gundera, Doris Lessing, and if I say Georgian authors, I think they are unknown for you. So, Jamal is the name of the book. Yes, and would you like to know the end of the story we started? Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Lots of thank you. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok